С 1 января в России появится новая коммунальная услуга – вывоз мусора. Такая же, как тепло, вода или электроснабжение. Регулируется она федеральным законодательством, а оказывать услугу будут так называемые региональные операторы. В Московской области их на конкурсной основе определено семь. Щелковский район вошел в Ногинский кластер, и обслуживать нас будет компания «Хартия». В рамках подготовки к реформе в администрации района регулярно проходят совещания, на которых порядок взаимодействия с региональным оператором разъясняют управляющим компаниям, руководителям учреждений здравоохранения и образования, председателям СНТ и ДНТ, жителям частного сектора. Каждый мусорообразователь, каждый должен заключить договоры с региональным оператором. Это касается и частного сектора, это касается и юридических лиц, это касается и садоводческих товарищей, и дачных кооперативов. Вопросов у участников совещаний много. Они касаются образования тарифов, порядка заключения договоров, содержания контейнерных площадок. С учетом того, что 1 января будет сложный период захода, когда мы должны войти, это новогодние праздники, мы хотим оставить те схемы, которые сейчас существовали. То есть, если у вас был график, будем работать по графику. Вывоз КГМ, он, как правило, осуществлялся по заявкам. То есть, мы будем тоже работать по заявкам. Но мы должны понимать, чем больше вы нам дадите информации с территории, тем мы плавнее сможем зайти. Для жителей многоквартирных домов изменения тоже последуют. Вывоз мусора будет исключен из оплаты услуг управляющих компаний, а в квитанциях появится отдельная строка. Мы очень плотно уже работаем с региональным оператором. Практически все управляющие компании уже отработали договоры, всем управляющих компаний подписали договоры на вывоз мусора. Действовать они будут с 1 января. Уже утвержден тариф комитетом по ценам и тарифам, сколько стоит куб мусора, вывоза его. И сейчас мы ждем, комитет по ценам и тарифам утверждит нам тариф именно для жителей, проживающих в многоквартирных домах. Разумеется, региональный оператор «Хартия» будет работать по системе раздельного сбора мусора. Добавим, что закон Московской области о благоустройстве обязывает собственников привезти контейнерные площадки в городе, в поселениях, а также в садовых и дачных кооперативах в соответствии с новыми требованиями. Региональный оператор берет на себя оборудование площадок, то есть вот он устанавливает контейнерные, хотя опять же контейнерные площадки, которые в городе и при МКД, мы уже практически все их оборудовали контейнерными для раздельного сбора мусора. У регионального оператора будут машины для раздельного сбора мусора, серые и синие. Новое введение призвано в первую очередь навести порядок в этой сфере, стать эффективным способом борьбы с недобросовестными и нелегальными мусоровывозящими компаниями. Только у регионального оператора будет утвержденный тариф, только у регионального оператора будут лимиты на полигоны. Никто другой, чтобы все понимали, никто не может заключить непонятно с какой организацией, потому что значит она привезет и вывалит это на соседнюю контейнерную площадку или в лес. И все должны понимать, что порядок обращения с отходами с помощью региональных операторов не инициатива районных или даже областных властей, а требование нового федерального законодательства. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Дальше вышло...